ФАЙТ РЕВЮ Согласны, можно назвать лидером, потому что более зрелищных, бескомпромиссных и конкурентных боев, ну, мало где можно увидеть, более по сравнению с Кюкей, да, так есть, вот, и давайте разберем его, вы как организатор, вы как наставник, родитель этих ребят, которые бились в ринге наших, ваш анализ, ваше впечатление, во-первых, от самого турнира, как он прошел в этот раз? Мне очень понравились бои, и, во-первых, у нас произошел апгрейд, мы обновили, добавили свежую молодую кровь, и я думаю, что эти поединки, которые показывали молодые ребята, молодые, в смысле, по опыту бойцы, и вот Катя Мелехова, они интересны в будущем, они перспективны, их интересно смотреть. Молодая кровь, да, они всегда горячие, они рвутся пока еще. У них куража больше, у них желания больше, стремления больше, ну, и я считаю, что турнир удался, практически все бои мне очень понравились. Не было ни одного скучного боя. Я тоже, так согласен, да. Ну, давайте по боям, начнем с девочек, которые, вот эти вот отчаянные битвы, первые были у нас кто? Катерина Мелехова. Катерина Мелехова, это воспитанница? Александр Кулакова. Ну, в принципе, они готовились к этому бою, там, они заранее знали, что девочка будет поопытнее, ну, и у Кати это дебют, и здесь, я думаю, немаловажную роль сыграла, что она первый раз в большом зале, и при такой обстановке выступала, и немножко, я думаю, где-то перегорела. Перегорела при нервничестве? Мехологически, да, потому что она волновалась, но в целом, даже вот по видео, которые, вот по фото я смотрел, она полячке довольно много нанесла урона, и попадала, особенно с рук, очень много. Такое впечатление, что у полячки были более опытные и чуть потяжелее. Потяжелее удары, вот. Ну, я думаю, она гоняла вес килограмма 3-4, как минимум, и она, даже чисто визуально, видно было, что она мощнее. Она мощнее была, да, крепкая. Ну, тем не менее, Катя стояла все раунды, и стояла очень хорошо, бой был практически ровный. Да, особенно первые раунды, как бы она когда начала там жестко встречать с рук, ну, это первый ее опыт такой профессиональный, я думаю, не последний, и она нас еще порадует. Файт-ревью Ну, это был мой дебют, первый полупрофессиональный бой, мы долго к нему готовились, В принципе, я была готова на все сто процентов, я показала то, что могу. Вот, ну, возможно, надо было раньше включаться, но как было, в принципе, я своим боем довольна. Это просто опыт, как бы, один, второй, третий раз. Это первый бой на профарене? Да. И первый бой, как бы, вот в таком большом зале. Ну, и там еще должна была Аня Мекше драться. Вот, да. И там, получается, как проблема была в чем, за день до турнира заболела соперница, и привезли другую на замену. А другая там у нее за где-то около шести профессиональных боев и довольно много за плечами опыта, и плюс она потяжелее. Ну, пообщавшись с тренером Вячеславом Тевиншем, и, как бы, я там параллельно тренирую, помогаю Ане, и мы решили, что этого боя не будет. Потому что, ну, разница в классе и разница весь. Ну, и мы не хотели, зачем, как бы, нам травмировать человека, как бы, и подставлять его. Мы решили снять. Ну, Донат Симонати сказал, что, пообещал, что в февральный месяц, когда будет турнир в Финляндии, там Аня найдут соперника, там Аня подерется. А дальше, кто следующий? Следующий был у нас, это Шамиль Джамалдаев. Шамиль. И вот там, как раз, возле побоя Шамиля, очень много комментариев было, что, в принципе, незаслуженно ему отдали победу. Но вот у меня боковые судьи, я сидел, считал специально, потом, вот, боксеры сидели, Оскар Бокесов, Куприян, здесь тренер по боксу, он девочек готовит на чемпионат Европы, а не призерки. И он говорит, что литовец был хороший, но очень много ударов по корпусу и воздух. И внешне происходила, казалось, картинка, что он активный и много наносит ударов, но они все получались в защиту. Неэффективные. Либо в воздух, ну, то есть в открытую поверхность тела он не попадал. У Шамиля ударов было реже, но они были точнее, эффективнее. И поэтому по ходу боя, и первый раунд он точно выиграл, будет лично мое мнение, и второй, третий может, как бы, там, как бы, ну, дать ровный. Ну, и так, судья дали 2-1. Я помню, да, что литовская сторона, мы случайно, мы же были там за кулисами, да, была возмущена, недовольна, то есть решением судей именно по поводу этого боя. Ну, я считаю, что, ну, в Литве проходит QOK, они могут предложить вызвать Шамиля на матч-реванш. А протестовать как-то? Нет, ну, пригласить, как бы, матч-реванш сделать, и мы с удовольствием у них подеремся при их судьях, как бы, при их судействе. А, ну, то есть это будет, скажем так, защита пояса? Ну, как они решат, как бы, литовская сторона, что они хотят. Сабиль, привет. Здрасте. Слушай, ты закатил потрясающий бой, это была битва, скажи, как ты оцениваешь соперника, по-моему, он был очень реально крепкий. Соперник, мне как брат, мы с ним один раз уже бились месяц назад, я ему проиграл, это был реванш, я знал, что будет тяжело, и он оправдал все мои ожидания. А первый раз был просто бой, сейчас встретились за титул? Первый раз мы бились в финале, чемпионат Балтии был тоже, по-моему. Ну, и сейчас тоже за титул Балтии бились, и я очень рад, что победил. А как оцениваешь, оправдалась ли стратегия на бой, и что было в реале? То есть, ну, наверняка были наставления от тренеров, наставников, секундантов, да, и как это вышло реально? Все получалось, только я подздох после первого раунда, было тяжело биться, но все получилось, как я и хотел, все хорошо. По голове мало ударов прилетело, все нормально. Как оцениваешь организацию самого турнира? Это для меня большая честь подраться на Коке, и тут все очень классно сделано, все супер. Я от души поздравляю тебя с победой, и надеюсь, что мы поговорим с тобой еще. Спасибо большое. Следующий у нас был, это Эдуард Мишин. Эдуард Мишин? У Эдуарда тоже там проблема, она была в чем? И у него был Колесов, соперник из Калининградской области. Очень хороший, его же класса, уровня. Но там получилась такая ситуация странная. Они за неделю до нашего боя съездили на турнир в Польшу, там получили травму, сечку. И нас об этом не предупредили. Я это узнал в пятницу ночью в 12 часов, зайдя в Инстаграм. Колесов поставил видео, где он обращается к Мишину, говорит, что Мишин, ты там, говорит, что там ты меня уроешь. Но вот я говорю, что ты меня не сделаешь, но я с тобой сейчас в этот раз драться не буду, потому что у меня сечка. Но в следующий раз мы с тобой подеремся. И самое главное в этой ситуации, как бы неприятным было, что они нас вовремя не предупредили, чтобы нам найти нормальную, хорошую замену. И поэтому мы за сутки нашли замену вот этого молодого парня, который приехал. Ну и в принципе он не готовился к бою, но бой показал. И очень терпеливый молодой человек. Поэтому удар как бы отработал неплохо, выиграл. Но в принципе это заведомо было понятно, что так оно произойдет, исходя по ходу поединка. Но соперника просто мы вынуждены были поменять за сутки. Отвечемте, кто организовывал программу? Дюринг-юлс, танцы? Где вы такие красивые девушки находите? Они вот тут у нас занимаются. Вот они лежат, да? Они занимаются, как бы ее танцевальный коллектив. И мы в будущем, у нас есть такой проект, мы хотим сделать это для «Дорога на Киу-Кей». Это «Молодые таланты». Мы будем искать в смысле среди бойцов. Мы этот турнир проведем в мае месяце. И там же мы будем делать отбор танцевальных коллективов и певцов, которые будут дальнейшему осенью на Киу-Кей выступать. В следующем году опять в Риге будет в Киу-Кей, да? Да, в Риге будет один турнир. Второй турнир мы будем проводить где-нибудь или в «Дорога-Кей» или в «Лепае». Вообще отбор на Киу-Кей – это хорошая идея. Но мы отбирать будем не только бойцов, но мы будем еще отбирать и сопровождение танцевальной коллектива и певцов. И тогда мы уже к следующему турниру подготовим уже такое интересное шоу. У нас есть один сюрприз, который люди об этом узнают после Нового года по поводу Киу-Кей в Прибалтике. Ага, вот, ждем. Это интрига предновогодняя такая. Ну давайте к боям обратно. Тогда к боям Саша Черкесов. Саша Черкесов. Отчаянная битва. Да, и у него был Илья Колесов. Он из эстонского клуба. Они как-то года три назад дрались на полупрофессиональном турнире. И Илья, он сейчас месяц назад провел три боя на чемпионате Европы и стал чемпионом Европы среди юниоров по версии Вака. В принципе, он хороший соперник, нормальный. Ну, мы с Сашей знали его, и этот титульный бой был за звание чемпиона Европы по 7 и про, по Вак 1 и Ф. И там формула поединка, пять раундов по две минуты. Минута отдых. Ну, я считаю, что Саша очень хорошо выступил. С первого раунда взял хороший ритм, взял площадку, дистанцию и очень разносторонне работал. Пять по две, это много. Для юниора. Для юниора, да. И причем, я считаю, что он все, особенно первые четыре раунда, он работал на очень высоких скоростях. Даже взрослые бойцы, ну, такие скорости показать им довольно сложно. Ну, они, да, где-то к финалу включаются в основном, да. Сначала там изучение ринга, какого-то соперника, да, то есть как-то... Здесь они очень... Как говорится, продышаться. Очень... И Илья очень хороший уровень показал. Стоял, как бы терпел, как бы работал, пытался, как бы, работать Саша. Я считаю, что это очень один из красивейших боев турнир. Самили, Саша, какие перспективы в дальнейшем у этих ребят? Они сейчас взяли по титулу, да? Ну, в дальнейшем перспективах... Как вы видите? Да, это... Все зависит от них. Ну, естественно, от желания, да. Но, по-моему, ребята горят просто. Нет, ребят горят. Возди еще вот такие вот, когда себя разберем. И мы, в принципе, как бы, готовы с ними выводить их на большую арену, давать им возможность обкатываться, выступать, привыкать к боевых шоу-эдитории. И потом, когда подойдет возраст, им сейчас по 17 лет, потом уже в перспективе они могут попробовать и в профбоях. Но мы не торопимся, мы не хотим, как бы, их подталкивать, как бы, профессиональным поединком. Мы хотим их плавно, как бы, обкатывать и дать им возможность расти. Саша, привет! Поздравляю с победой тебя от души! Спасибо! Ты закатил красивый, потрясающий бой. Расскажи, как оцениваешь соперника, организацию турнира? Вообще, как прошел сам бой? Тяжело было? Но соперник очень хороший. Выиграл Европу в 60 килограмм в Венгрии. И достойный соперник. Я надеюсь, что мы показали хороший бой. Действительно, организация, QOK. Мне очень рад здесь выступать, что меня пригласили на нее. И в следующем году уже планирую дебюзировать в профессионалах без щитков. Красавец, скажи, была какая-то программа на бой? То есть, какие-то прогнозы, рекомендации от тренеров, секундантов? И насколько реально это все оказалось в ринге? Да, ну, была такая... Сказали первые два раунда почувствовать ринг, подвигаться немного, потому что пять раундов. И потом уже забирать оставшиеся три раунда. Но, я думаю, так и получилось. Первые два мы немножко подышали. И потом, третий, четвертый, я думаю, я забрал. И в пятом подустал. Но, думаю, что тоже этот раунд забрал. Наверняка есть люди, которым бы ты хотел сказать спасибо за подготовку и за вообще все. К чему ты пришел на сегодняшний день? Да. Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо своим родителям, которые постоянно меня поддерживают на ринге и дома, и в учебе. Большое спасибо своему тренеру, Саулюсу Шейкису, за то, что дал возможность драться на таком турнире. И вообще меня тренируют. И всем моим одноклубникам, Пашу Мазурку, Вячеславу Тевиншу, Шамилю и вообще всем-всем, кто помогал готовиться к этому бою. И всегда со мной в разевалке и везде. Еще раз поздравляю тебя. Только вперед побед и достижений. Спасибо. Кто-то из ребят сказал мне, что это был вроде бы заключительный бой в щитках. Что дальше он надеется на профи. Не помню, кто из них, но вы увидите. Я не знаю, может кто-то из них сказал, но по закону мы... По возрасту? По возрасту мы не имеем права. С 18 лет? С 18 лет. Что вы скажете о ММА поединках? Честно, они меня порадовали. Вот. Артур, с вами. Апсвечу тебе уже разговару. Как была цена, как была претеннекса, и как вы, 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 что нав wolltаете без��라고요? Циѣа была очень хорошая. Мы готовились к циѣе, и страдали специально планы, как мы страдали, и это реализировалось. Протам, были моменты, когда мы это делали. Например, он был кикбоксер, и мы гадали, что он будет нагрессивнее. В общем, я сажусь на то, и я начну страдать на стадус позиции. И я думаю, что я не могу страдать. Тренера стратегия и рингс были отличные? Да, отличные. Да, и я тоже. Мы сочетались с тренером. Но у Канапса очень классные соперники. У хулигана. Да. И, в принципе, было очень интересным. Я, честно, скажу, ММА-шные бои в Латвии меня давно не радуют. Они либо заканчиваются в первых раундах, либо, как бы, их не очень интересно смотреть. Либо паркер. Да. Я первый раз вообще, как бы, оценил ММА, когда были поединки в прошлой весной, в марте месяце, в Вильнюсе, у Доната Симонайтиса он проводил клетку. Бушида. Бушида. И вот я там, когда, я там, чем наслаждался? Выходили молодые парни, 18-19 лет, литовцы, дрались с мужиками, которым за 20. И все, ну, большинство поединков, они провели три раунда по пять минут. Большую часть времени в стойках. То есть, они запоказывали, ну, зрелищно красивый бой в стойке, и не менее зрелищную работу в партере. Да. И вот я первый раз, как бы, в Прибалтике, вот я сидел весной, в марте, я наслаждался. Обратил внимание на ММА? Нет, я наслаждался. То есть, обычно, когда вот, либо, обычно как, либо кто-то больше борец, либо кто-то ударный. По профилю, да. А здесь, нет, вот они в Литве, они уже такие, синтез, они классно работают в стойке, и классно работают в партере. И никто не стремится лет слишком в партер, потому что они в стойке хорошо работают. Универсалы. Да. И вот уровень, вот тех боев, которые были весной, в марте месяце, меня очень порадовал. И порадовали вот эти два боя, и Лейсенс порадовал, и Канапс порадовал, и тактика видна есть, и стратегия, и партер великолепный, как бы, ну и, конечно, как бы вот Канапс показал, как бы, эквилибристику в партере. Да, Канапс, он еще, тоже, вы услышите, он еще и после болезни вышел, никому не сказав. Серьезно? Да, вот будут маленькие интервьюшки, он вышел после болезни, о котором, как он сказал, знала, в принципе, только его девушка. Не, ну, это вообще цепор нос тогда. Да, 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 он еще был, в принципе, ослаблен немного. Я об этом не знал. Сильвестр, приветствую, поздравляю с красивой победой тебя. Спасибо вам большое. Бой заготил зрелищный, потрясающий. Расскажи, как? Ну, чувствовал себя нормально. Было, было так, что никому не говорил, а заболел два недели перед боем. Но это только знал я, и моя девушка. Тренерам не говорил, плохо чувствовал. Была с горлой проблемы, почти как ангина. Но я все время тренировался. Надо сказать большое спасибо мою физиотерапевту, он все время помогал. Были и плечами травмы, все остальное, борьба, все остальное. Хорошая диета, был план, хорошо сгонял 9 кг на этот бой. Ну, чувствовал себя нормально, но, если если мне бы помогали примерно финансы, потому что я работаю, и после работы иду на тренировки, это тяжело, организм устает. Но, здесь я вышел, подрался, показал себе, показал свой характер, показал, что я хулиган. И что могу сказать? Большое спасибо моей команде, Андрею Маслову, Норманду Варенбергу, моих спарринг-партнеров, Данику Исненову, Александру Чижеву, Расулу Юрману, Тиньёву, и всем-всем, которые помогали, большое спасибо. Эта работа, тоже ихняя, которую сегодня показала на ринге, я. Так что, спасибо, им надо сказать большое, спасибо КиОК, Данатосу, и всем, кто мне дали этот шанс выступать сегодня здесь. Так что... Как саму организацию турнира занимаешь? Мне нравится, мне нравится КиОК, мне нравится это шоу, мне нравится, как они организируют, это танцы, песни, все, выход, это прекрасно. Я год здесь не дрался, должен был драться в следующем году, в феврале, мне была травма, но я вернулся, показал себе, что я могу здесь драться, что могу выступать еще по большей уровне, просто покажу себя еще и еще лучше на ринге. Скажи, прогнозы на бой, рекомендации тренеров, секундантов, и сама реальная картинка в ринге совпали? Да, мы знаем, что он ударник, я знал, что я лучший грэпплерник, как он, он был крепкий, но я себя доказал, что мне хорошая вольная и хороший грэпплинг, так что, показал свою работу и покажу еще лучше дальше. Еще раз поздравляю тебя, всю твою команду поддержки, спасибо, наверное поговорим еще когда-нибудь обязательно. Спасибо. Буду ждать. Спасибо. Морежихин Алексей. Да. И Овласявич из «Спарта». Да, да, да. Бой хороший, жесткий. Леша его, как бы, в первом раунде начинал, первый раунд ровный такой, более-менее. Во втором раунде Леша начал его больше разбивать, за счет силы. Хотя Овласявич, он молодой, но у него опыт приличный, он хороший. Ну и потом, в третьем раунде видно, что Овласявич чуть-чуть устал, и начал больше вязаться. Но в целом, мне поединок понравился, и судьи решили, что бой ничейный, дали ничью. Ощущение от боя хорошее, но хотелось бы выиграть. Я посчитал, что я выиграл, что концовку забрал. Как же тренери, то соперник у меня, уважение ему большое, очень хорошее. Я, если честно, боялся от него, он по корпусу сильно бьет, пропустить в корпус. Все время защищал корпус. На самом деле, мне тоже показалось, что ты выиграл. Ну вот, судьи виднее. Судьи виднее. А как тебе организация турнира? Кому хотел бы сказать спасибо за подготовку? Тренер, секунданты? Тренер, Альбертус, своим ребятам с клуба с Май-Тай Академии за спарринги, то, что соглашались и спарринговали вместе. Спасибо организаторам Саулису, Донатусу, то, что пригласили меня на этот, на этот турнир. А планы на дальнейшее? План на дальнейшее будет смотреть, тренироваться, участвовать так же дальше. Боксеры, тяжики. Тяжеловесы интересные, хотя там была нелепая история с шортами, которые немножко спадали в первом раунде, потом они их подтянули. А не видел, я в камеру смотрел. Я помню там, я помню много попыток пробить печень. Да, но было там, но второй бой очень, мне понравился, хороший техничный, нормальный бой. Эрик, приветствую, поздравляю с красивой зрелищной победой, это было мощно. А расскажи, как прошел бой, оправдались ли на него прогнозы, рекомендации тренера, и как ты оцениваешь соперника, ну и сам турнир в общем? Турнир замечательный, организация, наверное, из везде, где была одна из самых лучших на самом деле. Вот, насчет соперника, крепкий парень Вадим, здорово, молодец, поздравляю его тоже с хорошим боем. Вот, отдельно спасибо Grand Box Promotion, Андрею Громову, что устраивает мне такие поединки, ну и всем нам. Вот, ну что, приятный вечер, отличный вечер, бой хороший, все отлично, спасибо. Соперник сложный, вы закатили рубку, реально было видно, он непростой, как тебе было? На самом деле, тяжеловато, да, я после травмы тоже, как бы, готовился хорошо, но, как бы, очень мало, я бы сказал, для такого соперника, ну, так сказать, можно сказать, старый багаж, но немножко, ну, физуха, конечно, маловато, мне, конечно, повезло, что я его вырубил. А, слушай, а была ли стратегия, и оправдалась ли она в реале? Стратегия была, немножко прижимать его канатом, и работать с сериями, немножко отступать, и дальше продолжать давить, давить, давить. Удало. Поздравляю. Красиво. Спасибо. Спасибо. И, кто у нас остался? У нас остался... Подходим к сливкам, главному. Марек Пелтис и Юрий Орлов. Да. Марек Пелтис. Марек Пелтис. Ну, вот, о Мареке Пелтисе, у нас его подзабыли, мало кто его помнит, он последних 7 лет провел в Англии. Вот. Почему я, на самом деле, про него ничего не знал, что он есть. Да. И никто практически о нем не знает, но вот он 7 лет, он жил в Англии. До этого он занимался у Роберта Шейнина тэквондо. И он туда уехал с родителями жить и работать. Ну, как бы родители работали. Да. И там он, я когда узнал за 2 недели до боя его рейтинг, он по любителям провел 125 боев, по любителям, там, в Англии. В Англии. И выиграл он 120 боев нокаутами из них. Профбои, которые он провел, он тоже как бы их выиграл, причем с очень тяжелыми соперниками. А так как они живут на острове отдельно от Европы, о них практически никто ничего не знает. Ну и вот первый раз, когда он появился, это год назад у нас он появился, в октябре прошлого года. И тогда он выиграл у Яна Наусу из парты Джима. И тогда для Яна Науса это была, ну, первая неожиданность. А сейчас, как бы, у нас, получается, там был сначала другой соперник из клуба Титанос. И за неделю до соревнований он получил или высокой температуры, или травмы, он, короче, лег в больницу. Да. И нам предложили Наркелюнос. Нараускас, точнее. Нараускас. Мы когда узнали об этом, я Мароку рассказал, но, в принципе, мы согласились. Хотя Нараускас очень опытный боец, титулованный. Он весной выиграл четверку на Ки-У-Кей. И в сентябре он дрался с Викшрайтисом на название чемпиона мира по Ки-У-Кей. Но Викшрайтис он проиграл. Викшрайтис его переиграл, перебил. Это такой вызов серьезный, да? Скажи. Для нас, да. Но в душе, когда мы с ним общались, как бы мы... Вот мой анонс был, когда я услышал, когда Маня рассказывал по поводу анонсов, какие проценты. А, да, да. Про анонсы, да? Угу. И мы там... Вот... Мы в тренировке ввели такие вещи, как бы это мало, как бы пока культивируется где-то. Это спортивная адаптология. Это новые технологии функциональной подготовки спортсменов. И вообще с точки зрения самой методики построения тренировок. Потом мы технически, тактически очень много работали, меняли его стиль. Потому что он больше проводил боев в тайском боксе. А мы вернули ему элемент челнока и работали на дистанции. И мы еще работали над тем, чтобы менять углы и менять траекторию. То есть, если он отступает, то меняет угол. Если отступает, то меняет угол. И немножко отучить от клинча, да? Да, от клинча, да. И... Но на Раушку как раз ему нужна была средняя дистанция. Угу. Он любил... Он любит выходить на среднюю дистанцию, пробивать... пробивать комбинацию с рук и заканчивать коленом. Мы, как бы, просмотрели последние бои, подумали, как решить тактически. Ну и, в принципе, то, что, как бы, он выдал, как бы, здесь, это было, в принципе, на радость нам всем. Ну и такое, как бы, спортивное чудо. То есть, в принципе, он не дал вообще никаких шансов на Раушкуса, чтоб к нему подойти. Да, потому что Мареку, даже по сложению, если посмотреть, ему удобно длинная дистанция. Длинная дистанция. Он длинный. Руки-ноги. Руки-ноги длинные. Ему нужна дальняя дистанция. Да, ему не надо выпускать. Но и сам Марек, он контровик. Он любит вытаскивать и потом отвечать. Отвечать, да. Иногда любит в атаке работать. Но, в целом, вот этот поединок, ну, это очень классный поединок. И на Раушку в себя хорошо его до последнего терпел. Что там у него с ногой было? А ему Марек в первом или во втором эпизоде, когда атака, он с левой ноги пробил ему лоу-кик. А, и защита от лоу-кика, да? Колено? Нет, внутреннюю часть. И я думаю, там травмировалась нога. И я думаю, там потом, там было пару эпизодов в течение боя, видно, что он начал хромать, спотыкаться. Причем очень хорошо было видно, да, я стоял там рядом. Ему тяжело было. Да, и поэтому Марек его держал на дистанции, как бы отрабатывал и очень хороший поединок стиль показал. Я считаю, что для нас, для в Латвии, это молодые звезды. А Марек – это заявка на хорошую звезду в Латвии в Ки-О-Кей. Попро. Да, уже. То есть он теперь будет там постоянным участником, я так понимаю. Да, он будет постоянным участником. Мы там, как бы, у нас есть планы насчет него, и с ним планы есть. Мы, как бы, будем помогать ему двигаться и расти. Потому что нас, он это не скрывает, он хочет стать чемпионом Ки-О-Кей, но и мы хотим стать, чтобы он стал. Да. И мы будем идти к этому постепенно, шаг за шагом. Легких соперников после Нараускаса у него больше уже не будет таких. Будут ребята опытные. Ну и мы будем готовиться. Ну, не так, что прям совсем он был легкий. Бой-то был. Бой-то был. Бой-то был. Я говорю, соперников у него легких не будет после этого боя. А, после Нараускаса. Теперь только наверх, Теперь только наверх. потому что в рейтинге он поднялся, как бы, и поэтому сейчас, как бы, ну и люди в телевидении смотрят, как бы, будучи кто будет смотреть, будет понятно. Марек, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Расскажи, как прошел бой. Бой был потрясающий. Вы закатили битву. Как ты оцениваешь соперника? Соперник был очень сильный, очень опытный. Я знал, что он попадется мне. Потому что я в прошлом году дрался с Дожжи Ки-Окей, и мне попался Янаус, тоже очень известный боец. Я его выиграл, и думал, в следующем Ки-Окей будет опять какой-то сильный боец. Вы с ним не встречались еще? Мы с ним еще не встречались. Первый раз в ринге встречались. И все говорят, что я поиграю, поэтому он сильнее, у большого опыта. Но, как видите, есть, есть, как есть. У него много боев, намного больше, чем у тебя. Да, да, да. Он дрался даже с одним популярным бойцом, Владиславом Туйнов, который дрался в профессиональных боях в 16 лет. А, кто тебя тренировал к этому бою? Твой секундантский угол, твои тренера? Мой секундант был Ватислав Тевинч и Паша Мазуров, а мой тренер Саудишейкис. А, скажи, была какая-то стратегия на бой, она оправдалась в ринге? Да, да, да. У меня была стратегия даться с ним, выходить из ударов, сделать встречные удары, бить пололкиком, потому что он не защищал и очень хороший боец был. Ну, как бы, что наша стратегия и слава Богу. Ну, еще раз тебя поздравляю и думаю, мы с тобой еще встретимся не раз после твоих боев. И главный бой вечера. Юра Орлов. Да. Юра психологически, я вот с ним, когда общался до боя, там, и вообще, как бы, он тренировался, он готовился очень хорошо, команда у него хорошая, Игорь Каченко хорошо его готовит, как бы, я считаю, что предварительно все, как бы, у них складывалось. нормально. И в течение вот боя, первый раунд, как бы, там в углу все время Игорь ему кричал, держи дистанцию, на челноке, раздергивай. А Юра почему-то решил потом встать, причем потом Форсберг ему навязал свою манеру, стиль, стал его навязывать среднюю дистанцию и пошел потом к Личи, немного грязной работы. И Юра начал сценарий, как бы, ломаться поединка. Потому что, если видео посмотреть, Игорь Ткаченко в углу ему все время хороший давал советы. То есть, держи дистанцию, работай на челноке, не залипай, не оставайся возле него. И если бы Юра, как бы, прислушивался, как бы, к углу сам, как бы, я думаю, как бы, и плюс вот это столкновение, там вот, и хорошо виден эпизод, там шел клинч, столкновение, не знаю, преднамеренно или непреднамеренно, но было движение головой Форсберга. Это, в принципе, вот травма он получил в носу. Юра же это сказал сразу с ринга, сразу, что мне показалось, я почувствовал голову. Да, так и было. И на видео это видно, что там, получается, касание было головой. Ну, нос не сломали, да? Нет, нос там был сильный ушиб, они поехали сразу в лицевую хирургию, там посмотрели, сказали, что нос цел, просто ушиб. просто сильное кровотечение не могли остановить. Будет ли как-то, ну, были нарушения правил? Потому что потом я видел фотографию по поводу еще и локтя, где-то немножечко. Там было движение, и я сам, когда видео было, видел как бы, что он, один раз когда провалил его Юра, он слева руки, второй раз было право, он два раза довольно грязно сработал. Ну, и как это? Скажется на исходе или все, и так и останется? Нет, ну, как бы, бой-то ввиду травмы проигран. В дальнейшем, ну, как бы, надо будет готовиться на работу, провести будут какие-то определенные бои, и потом опять можно вернуться к этому вопросу. Именно к реваншу? Да, к реваншу. Когда? Просто Юре надо, ну, как будто, как вот, организаторы, я думаю, ему еще где-то один-два боя надо провести, опять, чтобы психологически себя почувствовать уверенность. Ну, и потом можно вернуться к этому вопросу. Такое впечатление, что Юра еще немножечко чуть-чуть перегорел перед этим боем, чуть-чуть перенервничал. Перенервничал. Ну, мы же все люди. Все люди, тем более, как он готовился к этому бою. Мы с ним говорили в прошлом году, да, это был прошлый год, мы с ним общались, и он сказал, что вот интересная ситуация, если Раймонд заберет Форсберг, да, фамилия? Форсберг, да. Да, если Раймонд заберет у него поиск, когда они бились там, чтобы, как он говорит, как тогда получится, что мне, может быть, придется встретиться с Раймондом, потому что я хочу, но так не получилось. И, да, Юра очень готовился. Ну, и он жил этим более. Не, ну, Юра, он вообще, как бы, живет этим, он фанат. То есть, как бы, он живет этим, ему нравится, как бы, и люди его поддерживают, и одноклубники. Юра мне, как человек, мне очень приятно. Да, он очень приятный, как человек, он очень хороший парень. Ну, он, как бы, он в жизни многое, что пережил, ну, выстрадал. И, как бы, это повлияло на его мировоззрение. Он, как бы, очень интересный парень, как бы, и глубокий. Юра, привет. Ты закатил потрясающий зрелищный бой. Бой был очень важен для тебя. Мы об этом уже с тобой до этого разговаривали, когда мы в прошлый раз встречались. Что можно сказать о подготовке, ну, о том отрезке боя, который прошел, и о сопернике? Реально подготовка была очень хорошая, высокого уровня. Я благодарю всех ребят, которые участвовали в этой подготовке. Все ребята копировали стиль Дэниела, и я реально был готов на все 150%, все, которые он может быть. И, на самом деле, первый рон был очень хорошо. Во втором ронде, мне казалось даже, я вот, или во втором, или в первом, я вот цепанул правым криком, и я чувствовал, что я могу его еще больше. Ну, по задаче тренера было два раунда чисто держать и смотреть за ним, типа, что он будет вытворять, что, какие фишки он будет делать, и все такое. Мы обрабатывали коробу, чтобы он подустал. Как бы, все шло по плану, но иногда бывает, случается. Видно, сегодня Господь захотел, чтобы я стал более сильнее. и, да. В любом случае, ты когда-то обязательно придешь к этому титулу, я, например, вообще в этом не сомневаюсь. Слушай, что насчет головы? Ты действительно говоришь, что почувствовал удар головой? Да, да, да. Мы вцепились к линчу, я почувствовал, получается, чуть ниже, он мне лбом прямо попал в переносицу, и я высмаркиваюсь, и чувствую, сопли пошли. Ну, перчатки протер, и все. Что с носом, просто разбил или сломал? Я думаю, что не сломал, потому что дышу сейчас, ну, дышу через сопли, но болит. Не знаю, посмотрим, завтра съезжу в крачу, или сегодня вечером. Будешь пересматривать бой, анализировать как-то, может быть, не знаю насчет протеста, но вообще, есть ли действительно голова? Нет, пусть остается так, как есть, если даже это голова, это станет не уроком. Мне тренер сказал, не лезь к нему в клинч, а я лезу, значит, это урок. Мне больше буду слушать тренера. Не полез бы в клинч, не лез бы в голову, вот и все, будет моя, как сказать, ошибка. Буду стараться больше работать на дистанции, работать над своими ошибками. В любом случае, поздравляю тебя с красивым боем. Спасибо. И мы забыли. Мы забыли просто бомбу бой. Бомбу бой. Мы не обсудили. Улубек Зукуров и Виталий Усов. Да. Что скажете за этот бой? Ну, за этот бой, я скажу, что бой порадовал. Бой классный. Мясо было. Причем, порадовал что один, что второй. И люди, когда вы смотрели бои, ему очень понравился тоже этот бой. Многие писали, лучший был вечер. Да. Ну и получается, как? Улубь, то, что происходило по ходу боя, первый раунд выиграл. Угу. Второй раунд, ну, можно сказать, ровный. То в качели, то в одну сторону, то в другую. Ну и Виталий забрал третий раунд. Это точно. Но там у нас есть одна проблема, связанная с Улубь. Ну, как бы, это я озвучивать не буду. Почему так получилось? То есть, если бы все было бы нормально до боя, процесс тренировочный был, то я думаю, как бы, что был первый раунд, что второй, что третий, они были бы такими же. Но, осталась интрига, и я думаю, нам нужно будет потом сделать матч-реванш. Матч-реванш, да? Матч-реванш. Они первый раз встречались, да? Они первый раз. Потому что, следил за ними реально давно, они вот-вот-вот одинаковые, и они должны были встретиться. Вот обязательно. И они встретились. Но встретились, мне понравилось, все классно. И то, что Виталик выиграл бой, это его заслуга, достойно. Причем на характере и потом перебил. Поздравляю с победой, Виталик. Спасибо. Поздравляю тебя. И расскажи, как был бой? Не самый легкий. А соперник был серьезный? Достаточно. А как ты его оцениваешь? На данный момент, да, крепкий парень. Была двоечка такая, хорошая, ровно в челюсть. Думал, упадет. Нет. А что с носом? А, в начале, черканули. Да, черканули. И вот потек. Скажи, рекомендации от тренера секундантов, стратегия на бой, они совпали по картинке с тем, что было в ринге? Да, все слышал, пытался все выполнять. По корпусу, конечно, не доработал, но пытался. Как оцениваешь организацию организацию самого турнира? Да, я в первый раз здесь дерусь. Ну и как? Да, нормально. А кому хотел бы сказать спасибо, кого поблагодарить? О, достаточно много. Ну, это как минимум тренер, его брат, Валера, Роланд. Вот они сейчас со мной, секундировали им, конечно, спасибо. Роланду и Валере также спасибо за тренировочный процесс клубу «Баллистик Боксинг» Зауру Садыхову и Александру Маслову за прием, за то, что позволили у себя заниматься и помогали в этом. Какие планы на… И все, кто поддерживал. Какие планы на ближайшее будущее? Да, отдохнуть наконец-то. Ну, это понятно. А вообще, дальнейшие бои титулы, что-то рассматриваешь? Нет, это видно будет. Мы все по ходу выбираем, а так форму все время держим и поэтому все время готово. Молодец, поздравляем тебя еще раз и надеемся поздравить тебя со следующим титулом. Ой, вот это… Спасибо. Но то, что это интрига и то, что мы обязательно сделаем матч-реванш… Матч-реванш. Мы это сделаем. Ну, и вот теперь действительно все. Вот теперь мы обсудили все. Да. Да. И кто, если хочет приходить заниматься на тренировке к нам, добро пожаловать. Да, то… Если вы хотите попасть когда-нибудь в арену Рига на KUK, да, то приходите по адресу какому? Деглова 69D. Майда Академия. Актив лайф. Да. Актив лайф. Тут это… Кузница, кузница самородков. Да. Скажем так. Вот у нас будущие чемпионы сидят там, мелкие. Вот из них будем тоже ковать. Все тогда. Спасибо еще раз. Спасибо еще раз. Матч-реванш. Матч-реванш. ФАЙТ-РЕВЬЮ!